Здарова, дружище! Это гайд по игре V-Rising. В этом видосе цель довольно простая. Объяснить тебе основные механики игры, крафт, как это делать эффективнее, как быстрее фармить, где лучше всего строиться и другие менее, либо более-менее очевидные вопросы, на которые я дам ответы. Чтобы в итоге твоя игра была довольно комфортной, простой и, главное, приятной. Ну и, собственно, кто я вообще такой, чтобы меня слушать? Я проходил ЗБТ все три волны, соответственно, от и до, пережил три вайпа, и, соответственно, я более-менее понимаю, о чем я говорю. Итак, начнем с первой механики, механика крови. Соответственно, когда ты поглощаешь того или иного противника, высасывая из него кровь, ты получаешь баф. Чем выше качество крови, разница это от 1% до 100%, тем больше бафов ты получаешь, потому что у каждого из бафов есть свои грейды. Чем дальше ты будешь проходить по игре, тем больше ты будешь замечать важность этого момента, потому что чем более качественная у тебя кровь, чем больше она подходит под ситуацию, в которой ты оказался, тем ты эффективнее. В бою, соответственно, тебе нужен один вид крови, во время фарма другой, что в любом случае всегда ускоряет процесс твой по убийству противника или же по добыче некоторых ресурсов. В итоге, правильно подбирая кровь, ты себе очень сильно упрощаешь жизнь, и твой игровой опыт становится максимально приятным. Итак, начнем с первого вида крови, это кровь воина. Первый грейд начинается от 0% до 29%, он увеличивает твой физический урон. Второй грейд, это уже от 30% до 59%, ты получаешь уменьшение отката навыков оружия. Третий грейд начинается с 60%, соответственно, он уменьшает получаемый урон и на 25% увеличивает урон против противников с полным здоровьем. Четвертый грейд начинается от 90%, на 15% увеличивает шанс парировать атаку, уменьшая получаемый урон на 50%. При этом парирование увеличивает наш собственный урон на 25%. Ну и соответственно, если тебе удалось попасться на противника с качеством крови 100%, все твои предыдущие характеристики, которые ты получил 1, 2, 3, 4 грейда, их эффективность увеличивается на 30%. Соответственно, кровь воина, это хорошая возможность увеличить существенно твой дамаг и упростить убийство противника, нося постоянный уверенный дамаг при этом намного чаще. Следующий вид крови – кровь бойца. Первый грейд дает тебе вампиризм, то есть твои обычные атаки, что важно, не скиллы, не навыки, а именно обычные атаки с левой кнопки мыши, начинают помогать тебе отхиливаться. Это безумно важная штука, часто я сам эту кровь использовал, потому что она позволяет упростить довольно геймплей и каждый бой становится намного комфортнее, потому что каждый раз, когда теряешь хп, соответственно, тебе нужно его восстанавливать. Банально, самый даже элементарный низкий уровень качества крови, при этом в варианте помогает тебе довольно-таки неплохо выживать. Второй грейд увеличивает скорость обычных атак и плюс дает твоему гиру плюс 1 левел. Ну, то есть, допустим, у меня сейчас, например, у персонажа 46 левел, если я выпью кровью брута, то есть бойца, у меня грейд станет 47 левела. Третий грейд – получаемое лечение увеличивается, плюс вылечите себя на 4% от здоровья жертвы при спрятильном ударе. Ну, то есть, ты убиваешь противника и, соответственно, на 4% ты восстанавливаешь себе хп. Четвертый грейд – шанс у тебя появляется за каждую единицу восстановленного здоровья увеличить скорость передвижения на 20% и урон обычных атак на 25%. Ну и, соответственно, пятый грейд – все это бустит на 30%. Как по мне, один из самых часто используемых видов крови, потому что он позволяет тебе безумно увеличить твою выживаемость, у тебя появляется вампиризм, у тебя получается более эффективно вылечиваться, особенно это, если используя со скиллами для отхила и, в целом, начиная любой бой, если у тебя нормальный шмот и даже если у тебя низкий шмот, это позволит тебе работать эффективнее. Да, по сравнению с остальными, допустим, ты будешь не так быстро убивать, но зато твоя выживаемость значительно возрастет. Кровь существа – наверное, самая часто встречающаяся вещь, потому что волки, медведи, олени бегают везде, там какие-нибудь коровы, ты всегда можешь их съесть и получить эту кровь. Первый грейд – увеличивает скорость твоего передвижения. Второй грейд – увеличивает сопротивление к солнцу. Третий – уменьшает входящий урон. Четвертый – увеличивает регенерацию здоровья, причем существенно. Ну и пятый – все эти эффекты бустят. Соответственно, это такой перевалочный пункт, который помогает тебе, особенно в начале, более-менее себя чувствовать комфортно, потому что ты быстрее носишься, солнце бьет тебя не так сильно, в принципе, урон по тебе входящий сокращается, и в целом регенерация твоя становится довольно-таки неплохой. Кровь разбойника. Первый грейд – увеличивает шанс крита при попадании атаками оружия. Второй грейд – увеличивает скорость передвижения. Третий грейд – уменьшает откат навыка перемещения, плюс 100% шанс крита, впадая в следующий физический атак и после использования навыка перемещения. Четвертое – у тебя появляется шанс на критическое попадание повредить броню жертвы, что дает увеличить получаемый ей урон от всех источников на 15% на 4 секунды. То есть, по большому счету, каждый раз, когда ты будешь критовать, на противника будет вешаться баф, который снижает его броню, и, соответственно, ты вносишь больше урона. Ну и пятый, соответственно, точно так же. Бустит все на 30%. Хорошая штука в плане того, что ты двигаешься быстрее, у тебя появляются криты и повышение дополнительного дамага. Выбирать эту кровь либо другую, выбирать тебе в любом случае. Но это тоже неплохой буст, в зависимости от того, что у тебя сейчас имеется, потому что криты довольно-таки неплохо вносят дамаг, что порой очень сильно помогает разобрать босса. Кровь рабочего – это то, на что ты будешь молиться каждый раз, когда будешь собираться фармить. Дерево, камень, металл, что-либо угодно. Первый грейд – увеличивает количество получаемых ресурсов. Второй – увеличивает урон против объектов ресурсов. Ну, то есть ты просто будешь быстрее эти ресурсы разбивать. Третье – увеличивает скорость галопа на лошади. Соответственно, ты на лошади сможешь быстрее убегать, либо прибегать куда-либо. Четвертый грейд – появляется шанс мгновенно уничтожить объект ресурс и получить бонус скорости передвижения. То есть, соответственно, конечно, шанс маленький, но тем не менее, ты можешь буквально одним ударом снести какой-нибудь камень, либо дерево, и, соответственно, уже получить все ресурсы, которые он может дать. И еще скорость передвижения увеличится, чтобы свалить оттуда. Ну, и, соответственно, потом идет буст на все 30% при пятом грейде. Соответственно, каждый раз, когда ты планируешь фармить ресурсы, я тебе очень сильно рекомендую, съешь воркера. Найди его хоть где-нибудь. Даже самое маленькое качество крови уже позволяет тебе увеличить количество получаемых ресурсов, вплоть до 30%. Ну, и последний вид крови – кровь шкаляра, то есть ученого. Первый грейд – увеличивает урон заклинаний. Второй – уменьшает откат заклинаний. Третий – дает кражу здоровья с заклинаний. Четвертый – дает шанс сбросить откат заклинаний после использования. Соответственно, прокастуя скилл, у тебя появляется шанс, что скилл обнулится, и ты сможешь еще раз его и зануть. Очень крутая штука, порой очень часто срабатывала. И потом все бустится на 30%. Если ты любишь играть через скиллы, это прекрасная возможность себя максимально реализовать в этом. Потому что с кровью ученого у тебя увеличивается урон заклинаний, снижается откат, позволяет практически снять откат со скиллов, плюс дает кражу здоровья заклинаний, что безумно упрощает игру при работе через заклинания. Соответственно, какой мы делаем вывод? Какой вид крови выбрать, зависит только от тебя и цели, которые ты преследуешь. Если ты хочешь эффективнее фармить ресурсы для постройки, создания оружия, еще чего-то, конечно, кровь воркера, то есть работника для тебя единственный вариант. Если ты хочешь поднять выживаемость, пожалуйста, пей кровь животного, либо, собственно, пей кровь брута, то есть бойца, который даст тебе отхиливаться с обычных атак и увеличивать лечение по тебе. Если ты собираешься идти в бой, особенно с помощью оружия, то, соответственно, ты идешь либо за кровью разбойника, либо воина, смотря что ты хочешь. Следующее, что нужно понять, весь прогресс выстроен вокруг боссов, то есть, соответственно, в этой игре, как мы говорили, кровь играет очень большую роль. Пожирая кровь боссов, мы получаем новые навыки, мы получаем новый крафт, мы получаем новое оружие. Если ты понимаешь, что ты встал в прогрессе, ты не можешь создать новое оружие, ты не можешь создать новый ресурс, ты не можешь сделать из него какой-то рецепт, ну, потому что у тебя рецепт этого просто нету, тебе не хватает какого-то станка для крафта. Заходи вот сюда, у тебя открывается это меню, и здесь будет куча боссов, у каждого написан какой левел, идешь к нему, разматываешь его и открываешь для себя все новое и новое в этой игре. Тем самым ты будешь прогрессировать. Единственный совет, который я тебе дам, при ориентации на его левел, ну, при условии, что у тебя скил более-менее нормальный в бою, разница в 5 левелов с противником будет нормальной. То есть, в целом, я, допустим, даже на 20 левеле разбивал, допустим, 27-го. Но, что важно, у меня есть опыт игры в батлрайт, поэтому скил у меня боя более-менее внятный. Но, чтобы тебе было комфортно, соблюдай хотя бы разницу в 5 левелов. Тебе будет еще сложновато, но более-менее нормально. Ты понимаешь, что тебе сложно, ориентируйся на свой левел. Как только докачаешься до нужного, плюс-минус там 1-2 левела разницы будет, тогда у тебя особых сложностей этот босс не вызовет. Следующий, довольно важный пункт, как я считаю, это найти себе коня. Пожалуйста, найди его себе. Это безумно важная штука, потому что с конем ты себе очень сильно сокращаешь путь перемещения. Как бы очевидная логическая цепочка, но почему она у многих не работает? Опять же, я замечаю, я часто вижу там стримеров, кого-то еще, которые просто бегают в форме волка. Как бы да, форма волка дает тебе ускориться на 45%. Это все прикольно, классно, но проблема в том, что волк объективно все равно медленнее. В итоге форма волка не сказать, что она бесполезна, но она нужна тогда, когда тебе нужно сократить дистанцию за короткий срок, причем маленькую. То есть, соответственно, там убежать от противника, ну лошадь ты тут, соответственно, не возьмешь ниоткуда. Скрыться в кусты и потом превратиться в волка и убежать. Такой формат окей. Либо перебираться на короткие дистанции, тут как бы лошадь тебе особо необходима. Но понимая, что бежать тебе далеко, бери лошадь и, пожалуйста, не забывай ее поить. То есть, подходишь к лошадке, нажимаешь тап, у тебя появляется такое окно. Соответственно, здесь у тебя есть характеристики по ее скорости, по ее галопу. Это как раз позволяет тебе ориентироваться на то, какая лошадь лучше. И еще раз напомню, кнопочка таба. Дальше. Ты добавляешь в нее бурдюки с водой. Эти бурдюки, которые у тебя довольно часто будут возникать, многие не понимают, что с ними делать. Вот куда их девать. Дайшь их в лошадь, это количество времени, сколько лошадь еще будет жива. Потом лошадь начнет умирать. Если воды не давать, вы придете в замок, а у вас лошадь мертвая. Поэтому, чтобы такого не было, добавляйте бурдюки. Где их брать? Вы можете, ну, собственно, когда фармите, они будут вам попадаться. Либо вы создаете их сами. То есть вы делаете пустой контейнер, как раз вот на станке с кожей. Потом берете этот пустой контейнер, несете к реке. Создаете у себя лично в замке, например, колодец. И в нем все это дело наполняете. Вот я для примера вам покажу. Вот мы создаем бурдюк. Забираем его себе. Юзаем бурдюк возле воды. Пожалуйста. У вас получается бурдюк, наполненный водой. После этого ты идешь и тащишь этот бурдюк к своей лошадке. Нажимая снова тап, нажимаем правой кнопкой на бурдюк. Пожалуйста, теперь наша лошадь проживет больше. Следующий пункт. Фармить ресурсы нужно правильно. Обратите внимание на описание вашего оружия. В одном оружии у вас, например, есть меч. Меч позволяет увеличить эффективность добычи с растений. То есть так или иначе, конь там добывая хлопок, траву, используя меч, либо, например, слэшеры, они ему позволяют получать больше ресурсов, чем если вы это делали бы руками, либо любым другим оружием. То топорики у нас позволяют увеличить эффективность добычи дерева. Булава позволяет добывать больше камня, руды и так далее. Копье в нашем случае это не про ресурсы, а про дополнительную эффективность убийства живых существ. Ну, точнее, животных. Но, соответственно, у нас в данном случае есть еще рипер. Рипер позволяет эффективнее убивать бессмертных. Чтобы не быть голословным, давайте я покажу на примере. Соответственно, вот у меня есть дерево. Давай возьмем с тобой меч. Меч получил нам что? 4 дерева. Булава 6 дерева. Копье 5. Коса 6. Что нам дадут топоры? 7. То есть, как бы мы уже понимаем, да, что количество ресурсов, которые мы получаем, больше. И это главное, что нужно понять. Те же самые камни. Меч дает 3 камня. Топоры 6. Молот 8. То есть, в любом случае, всегда эффективность и количество ресурсов, которые мы получаем, как по мне, довольно значительно выше. Понятно дело, можно сказать, там, 2, 3, 4, там, это все небольшая разница. Но что важно, когда вы долго фармите, плюс 10, либо 20% к тому, что вы получаете с ресурсов, это капец какая разница. Особенно, когда это большие объемы. Это существенно позволяет вам ускорить в дальнейшем создание новых ресурсов. Потому что вы все это фармите для чего? Поначалу вы используете эти ресурсы напрямую, для того, чтобы, ну, собственно, создать что-то. Но потом вы из этих ресурсов будете делать ресурсы большего грейда. И чем вы больше изначально положите, тем намного позже вам придется возвращаться, чтобы фармить еще. Поэтому обязательно смотрите на оружие, смотрите на ресурс, который вы добываете. И добывайте его максимально эффективно. Вот тебе еще один совет, выбирай оружие правильно. Как бы это банально ни звучало. В этой игре очень многое решает скилл. Понятное дело, когда будет противник высокого грейда, ты как бы можешь даже его затолкать. Но это будет очень долго, и любая ошибка приведет тебя к тому, как это будет Dark Souls. Один удар, и ты погиб. Но тем не менее, даже такое здесь возможно. Поэтому главное, на что тебе прошу ориентироваться, это на то, какой тебе просто навык удобен. Любое заклинание, любой скилл с оружия, это то, что ты можешь выбирать самостоятельно. Мне, допустим, нравится чувствовать себя наиболее защищенно. Поэтому в плане навыков банально, я выбираю себе какие-нибудь защитные заклинания, плюс то, что позволяет мне хоть как-то хоть немного отхиливаться. Соответственно, тем самым я могу себя чувствовать комфортнее. Можно добавить и так кучу заклинания, но сейчас как бы все не об этом. Но по заклинаниям я скажу коротко, что тут выбираю просто то, что тебе нравится больше. Я люблю смесь защитных заклинаний, потому что это позволяет просто выживать больше и драться с противниками, которые просто банально сильнее меня. Возвращаемся к скиллам оружия. Меч. Хороший способ как занести АОЕ дамаг с помощью Q, так и внести контроль в противника с помощью Е, который подкидывает его вверх. И пока это время идет, ты можешь, например, свалить, либо приблизиться к нему поближе, чтобы нанести завершающий удар. Аксы, то есть топорики. Здесь тоже неплохой дамаг с руки, плюс у нас Q, которая позволяет сделать рывок и увеличить следующую скорость атаки. И Е, которая носит неплохой дамаг, плюс при этом, когда два топора встречаются в одной точке, это станет противника. Булава. Пусть и медленная, но дамаг довольно-таки неплохой. На Е у нас отбрасывание плюс стан, а на Q у нас прыжок, удар по земле, массовое замедление. Плюс, что важно, в данном случае Q дает тебе некий инвул, потому что пока ты летишь, тебя особо не ударишь. И поэтому, как бы, это довольно неплохой сейв во время боев, особенно в PvP, да и в PvE тоже. Копье. Серия ударов, которые можно прервать и нанести один завершающий удар. И, соответственно, Е. Ну, так называемый хук, как у Пуджа, например, ты просто кидаешь противника, он притягивает к себе. Коса. Ну, я прямо скажу, это мой любимчик, чисто вот из всего оружия, которое здесь есть, я практически всегда в любом бою и замесе использую косу, потому что у нее довольно хороший скилл на Q, который позволяет тебе не только нанести дамаг по кругу, но и замедлить противника на 2 секунды. То есть, соответственно, находясь в толпе, у тебя, допустим, пробел для сейва уже пропал, ну, у тебя просто он потрачен. Прожимаешь Q, на них хороший дамаг, по всем, плюс они отлетели, и ты смог выбраться из этой кучи. А порой, особенно, когда противников много, и они тебе зажали в толпой, без этого скилла просто я не понимаю, как выжить. И Е, которая довольно хорошую дистанцию имеет, и наносят они в этом центре огромное количество дамага. Слэшеры. Наверное, самое быстрое, что есть, но при этом с самым небольшим количеством дамага с руки. Соответственно, Q у нас рывок туда и обратно, при этом наносит довольно-таки неплохой дамаг, ну и, соответственно, при этом он у нас замедляет противника после каждого такого удара. Ну и Е. Это, наверное, один из лучших скиллов в игре, потому что он позволяет тебе уйти в инвиз, тебя не видно. Следующий удар, который ты нанесешь, во-первых, будет с повышенным дамагом, во-вторых, он застанет противника. Соответственно, в PvP это просто идеальный скилл, и даже в PvE, когда ты можешь просто-напросто прерывать противника. Ну и арбалет, который часто многие используют, но я его просто ненавижу, потому что он безумно медленный, но при этом у него на Q довольно неплохая АОЕ, и Е, которая позволяет противника прерывать, точнее прерывать его каст. Главный вывод, который мы делаем, нет уникального, идеального оружия, подходящего под любую ситуацию. Каждое оружие ситуативно. Каждое оружие ты можешь в процессе боя менять хоть постоянно. Очень важно контролировать игру и понимать, что сейчас происходит. Порой, возможно, тебе лучше выбрать меч, чтобы вывести босса из игры, либо какого-то вредного противника, который мешает тебе. Может быть, тебе нужно выбраться из толпы, прожать кью. Возможно, тебе нужно уйти в инвиз и свалить, либо наоборот, зайти со спины и напинать ему. Вариаций куча. Все зависит от того, какая у тебя цель. Поэтому просто выбери оружие, которое тебе нравится больше, побегай, подерись, пойми, насколько тебе удобен этот стиль и используй его. Именно это, я считаю, тебе сделает максимально полезным и эффективным игроком в PvP и в PvE, а не ориентация на чьи-то гайды и советы о том, что вот это оружие самое классное, дамажное, кайфовое и так далее. Следующий совет. Используй слуг для фарма. В этой игре есть система слуг. Соответственно, зачаровывая противников, у тебя для этого будет скилл. Вот как он выглядит. Ты кидаешься скилл в противника, у которого мало хп, там, по-моему, процентов 20 должно быть, чтобы он начал быстро зачаровываться. Ты зачаровал его, приносишь сюда. Вложишь в гробик. Каждый из этих гробиков позволяет создать слугу и в зависимости от того, какой тип у него был крови, такой баф они дают. В чем разница? Всегда, в зависимости от того, какой локации был взят слуга, он дает всегда один тот же баф. Допустим, у меня есть ферм Данли, они все, поэтому они будут давать баф к получению больших ресурсов на 20%. При этом, первый баф, который дается, он просто снижает сложность их путешествий. Что это значит? Допустим, я хочу отправить их в локацию, чтобы они добывали мне железо, там, кости. Соответственно, у нас есть сложность. В данном случае она равна 500 очкам. У нас есть возможность все бафнуть. Нажимаем сюда. У нас есть список слуг. Соответственно, они все есть в ферм Данли, поэтому, если я отправлю их туда, у нас уже будет баф. Причем, очень важно, все бафы, которые есть у слуг, они не стакаются. Если у нас два персонажа с одинаковыми бафами, допустим, возьмем вот так, оно стакаться не будет. Это не значит, что у нас будет 20 плюс 20, будет 40. Будет просто 20 с этого. То есть, они просто увеличат на 20% получаемое количество ресурсов. Вот эти бафы, которые есть здесь, это бафы типа крови. Забирая слугу, допустим, Брута, у него один баф. Забирая воина, у него другой баф. Эти бафы, к большому счету, ничем не отличаются. Они все снижают количество сложности, в данном случае, просто на 100 пунктов. При этом, опять же, это не стакается. И в каждой локации свое. Допустим, здесь нужны Бруты, здесь нужны Рабочие, здесь нужны Войны. Соответственно, в зависимости от локации, ты подбираешь хотя бы одного, будет соответствовать каждому из бафов, чтобы максимально эффективно произвести их путешествие. Остальных ты добавляешь лишь для того, чтобы шанс победы и количество ресурсов, которые ты получишь, был выше. Все. Соответственно, как увеличить количество получаемых ресурсов? Как сделать эффективнее их путешествие? Да просто-напросто ты подходишь к своему, нажимаешь на него и натягиваешь на него шмотки. Чем выше шмотки, тем выше его уровень. Чем выше его уровень, тем эффективнее он будет в этом путешествии. Экспертайз? Что это значит? Когда вы ложите сюда в гробе чувачка, процент здесь, который будет получаться, он будет зависеть от того, какого качества крови он был изначально. Чем выше качество крови своей услуги, которую туда кладешь, тем выше потом будет буст к гиру. То есть, допустим, если я ему сейчас дам шмот свой, у него станет такой же уровень, как у меня, но благодаря тому, что у него экспертайз 4%, он дополнительно получит еще плюс 4% к эффективности своего шмота. Поэтому я очень рекомендую использовать эту систему, потому что теперь с таким образом можешь жить здесь, можешь жить там, но при этом отправлять путешественников вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, куда хочешь. И не нестись отсюда сюда, а просто отправить туда слуг. И они все вопросы решат за тебя. При этом принесут тебе еще кучу ресурсов, проблемы в которых ты уже испытывать не будешь. Где найти медь, железо и прочее? Когда возникает вопрос, ты не понимаешь, где какой ресурс найти, просто посмотри на области. На каждую, наводя область, тебе показано, какие ресурсы ты будешь получать оттуда. Соответственно, если у тебя нигде подобных ресурсов нету, значит тебе нужно забираться в новые локации, в которых очевидно они и будут. Следовательно, если у тебя, допустим, ресурса никакого нету, ты не знаешь, что делать, есть замечательный сайтец. Ссылочку на этот сайт я оставил в описании. Соответственно, тут есть все, все ресурсы, все что угодно, какие-то боссы, все, что тебе нужно найти в этой игре, есть здесь. Ты просто вбиваешь поиск названия своего ресурса, либо какой-нибудь там, до чего тебе в голову вообще придет. Он тебе находит и помечает конкретным значком. Все, твоя проблема решена. Теперь тебе не нужно смотреть видосы, в которых за 2 секунды, то, что можно было рассказать, рассказывают по 5-10 минут о том, как найти медь, как найти железо. Теперь мы с тобой затронем тему станков, а именно, о том, как использовать станки правильно. Замок здесь не просто украшение. Замок в данном случае еще и позволяет тебе эффективнее использовать все твои станки, которые есть. Станки делятся на разные виды и типы, но их эффективность повышается на 25% с точки зрения скорости и ресурсов, если делать все правильно. Что надо сделать? Допустим, у нас есть гриндер. Он позволяет нам делать из простых камней камни покруче. В данном случае ты можешь увеличить скорость производства этих камней на 25% и снизить стоимость ресурсов, которые необходимы для того, чтобы создать новый крутой ресурс. Что для этого нужно? В первом случае нам нужно просто сделать крышу. Соответственно, создавая пол, создавая стены, у нас появляется крыша и теперь у нас ресурсы делаются на 25% быстрее. Далее, для того, чтобы снизить процент количества затрачиваемых ресурсов, тебе нужно сделать под это отдельную комнату. Достаточно просто ее ограничить стенами, добавить вот этот переход под дверь и поставить под ним специальный пол. Соответственно, в данном случае у нас нужен пол воркшоп. Нажимаем B, заходим в кассел, воркшоп. Пожалуйста, здесь виды пола любого можешь выбирать, это просто разный их вид. Суть одна и та же. Простроив в этой комнате этот пол, теперь у тебя ресурсы здесь добываются на 25% дешевле. Огромная экономия времени и ресурсов. Теперь один из самых популярных вопросов. Какое же место для постройки замка самое лучшее? Если вы видите видос с таким ответом и при этом вам говорят только вот эта точка, чувак вообще ничего не понимает. И почему? Потому что лучшего места в игре нету. Потому что что подразумевает собой лучшее? Лучшее это компиляция каких-то свойств, которые позволяют во всех аспектах быть эффективнее, лучше, класснее и так далее. В данном случае такого нету. Лучшее место для замка будет зависеть от того, какие у тебя цели. Поэтому я не за то, чтобы ориентироваться, что вот эта точка самая лучшая и по-другому никак. Вы должны ориентироваться на цель, которую вы преследуете. Если вы только начинаете, то логичным будет поставить замок вот тут, вот тут, вот тут. Это не лучшие места, это оптимальные места для начала. Потому что отсюда вы будете передвигаться во все эти стороны по этой локации, чтобы завоевать новых боссов, получить кровь, получить новые ресурсы. Как только вы закончите с медью и будете переходить на железо, про эту карту можно забыть, можно сломать замок, а можно оставить и построить телепорт и перебираться вот сюда. Здесь довольно неплохая карта, ну в принципе, здесь ты можешь выбрать любую точку, но суть в чем, вся вот эта локация фирмы Данли, это большое количество хлопка, большое количество железа. Рядом, допустим, есть вообще вот шахта с железом, огромным количеством железа, который закроет твой патент в железе до конца игры. Соответственно, строит здесь замок и решает свою проблему с железом, и также это позволяет мне добраться до нужных боссов в этой локации. Это является оптимальным вариантом. Лучшим неправильно звучит, оптимальным да, потому что это центр, но опять же для меня, из этого центра я могу добраться в любую точку всей карты игры и заполучить ресурсы, которые мне необходимы. Дальше, если разбирать по тому, куда идти дальше, мы можем перебраться в сервелайт, потому что дальше потом здесь будут нужны ресурсы, поставим тут, замок тут, замок, либо тут, и это позволит удобно красформить нужные нам ресурсы. А под конец можно перебраться вот сюда и взять тут нужные территории для замка и собирать необходимые ресурсы. У любого выбора есть свои преимущества и недостатки. Допустим, если вы активный пвп игрок, с точки зрения безопасности логично перебраться вот сюда, потому что здесь самые мощные мобы. И сюда реально порой забираясь, можно постоянно отхватывать. Но и проблема есть для вас, потому что и вы, если будете невнимательны, будете отлетать. Но зато здесь будет меньше пвп противников. Остальные территории более-менее завалены, там довольно много противников, поэтому с точки зрения пвп безопасных мест особо нет. Но вот это с точки зрения пвп самое безопасное. С точки зрения пве, опять же, как мне кажется, нормальным вариантом будет осесть вот тут либо вот тут, потому что там как раз большинство ресурсов, которые нам необходимы. Самое важное, что я порекомендую, не строиться вот здесь. Это максимально ранняя локация, из которой вы быстро перерастете и делать вам будет нечего. А потом оттуда вы будете носиться по всей карте и умирать от стыда, почему вы так сделали. Если вы тут построились, это не проблема. Вы просто берете, разбираете замок и идете туда, куда вам нужно. Здесь 75% ресурсов с постройки вы возвращаете. Поэтому это не ставит труда вам перейти в другую локацию и построить там практически то же самое, то, что у вас до этого было. Теперь давай перейдем к одному из самых популярных вопросов за дела крысины. А где же взять нам форму крысы? Ту самую, о которой часто говорят, но не многие понимают, что с ней делать, где ее найти и нафига вообще это надо. Как раз она находится среди боссов. Это форма и особо непонятно, где ее взять. Взять все просто. Нажимаем B, рефермент, верминнест. Ставим его, подходим к нему, нажимаем на F. Вот это лавка крысиная видим. Put retreat. Пожалуйста. Это та самая крыса. Вот они ресурсы. Черепа вы можете на каменолом не превратить и из костей в эти черепа. Опять же, эти кости рыбные найдете в процессе фарма. Эту рыбу как в процессе фарма, так и во время рыбалки. Ресурсы добываются максимально быстро, просто вообще проблем никаких нет. Кстати, к черепам можете еще побить со скелетов, тоже довольно быстро попадаются. Соответственно, прожав его, он создаст эту крысу, крыса будет в виде босса 30-го левела. Это учитывайте, бой будет несложный, но тем не менее придется чуть-чуть попотеть. После этого, съев его, вы получаете форму этой крыски. Зачем она нужна? В PvE особой необходимости в ней нету, но в PvP она довольно-таки неплохо помогает. Почему? Потому что, когда вы, допустим, в PvP находитесь, она, во-первых, сокращает обзор, ну то есть, грубо говоря, противника, который просто выбежал рядом, его прямо было бы видно. Его ник, хп, уровень и так далее. Если вы в форме крысы, радиус вашего обнаружения снижается, ваш хп и ник не видно в PvP. То есть, соответственно, непонятно, что там за крыса и что нас ждет. Поэтому, это хороший способ укрыться, либо пройти куда-нибудь там в угол за камень и так далее, и пройти не пробежит мимо и вас даже не заметят. В PvE, ну, суть примерно такая же. То есть, соответственно, пробегаешь мимо моба, ну, понятное дело, не в упор, иначе тебя заметят. Ты проходишь мимо и тебя не замечают. Но в PvE практически необходимости в этом нету. Но вот в PvP это очень полезная штука, так сказать, либо скрыться, чтобы тебе не напинали, либо, наоборот, напасть в крысу, чтобы противник не ожидал вообще этого. Как у нас постоянно под боком иметь нужный вид крови? Соответственно, когда мы опять же напали на кого-то противника, превратили его в слугу, ведем его в такую клетку. Заводя его сюда, отправляем его, теперь он наш заключенный. Соответственно, что нам это дает? Смотри, бутылек с кровью, мы получили вид крови. Что сейчас произошло? Он умер. Почему? Потому что хп его было слишком мало. Из-за этого он, собственно, у нас и помер. Для того, чтобы такое не происходило, нам нужно его кормить крысами, которые восстанавливают от 20 до 30% хп. Рыбой, которая восстанавливает 100%, либо 30-70, и снижает мизери, либо просто снижает мизери. Соответственно, кормим крысами, кормим рыбами, хп его повышается, выживаемость тоже. Соответственно, каждый раз, когда мы делаем из него бутылек с кровью, либо делаем из него экстракт, он не умрет, а потеряет лишь часть своего хп. Соответственно, мы забираем бутылек, и теперь у нас с тобой есть бутылек, выпив который, мы получаем заполненную шкалу в размере 22% именно стальки, сколько было у этого заключенного. Соответственно, чем выше качество крови у твоего противника, у твоего заключенного, тем круче у тебя будет бутылек с кровью. И у тебя получается всегда под рукой будет бутылек с кровью и качество необходимого под твои задачи. Это безумно упрощает игру и геймплей. Это очень сильно помогает тебе не зависеть от того, где-то кого найдешь, бежать за кем-то, чтобы взять нужную кровь. У тебя она всегда под рукой. Что надо запомнить? Мы ищем с тобой необходимых слуг, ведем их в тюрьму, следим за их шкалой хп, восстанавливая ее с помощью крыс и с помощью рыбы. Делаем из них бутылек крови, который, опять же, нужно обратить внимание на что? Он оторвет от 30 до 60% его здоровья, при этом увеличит еще мизери на 5-20%. С хп понятно, мы кормим его до конца, чтобы он точно не умер, и делаем из него бутылек с кровью, чтобы у нас необходимый вид крови всегда был под рукой. Мизери, о котором я говорил в начале, что он дает? Каждый раз, когда мы из него делаем экстракт крови, когда мы делаем из него бутылек с кровью, у него увеличивается, это так называемый показатель утомляемости, количество боли, которое он перенес. Короче говоря, это просто вешается дебаф на твоего заключенного, который увеличивает количество хп, которое он будет тратить в следующий раз. То есть, соответственно, потом он может тратить не половину хп, а там 60%, не 60%, а 70% и так далее. Больше хп он потратит. Поэтому важно за ним следить, если он высокий, либо он просто появился, скармливаем ему эту рыбку, она снижает на несколько процентов. Либо мы еще можем параллельно и сильно снизить этот процент и хп восстановить значительно. Поэтому следим за этим показателями, ориентируемся на это и используем, потому что это безумно крутая фишка, которая решит все твои проблемы с любым видом крови. Ну, дальше что сказать? На этом у меня все. Я сказал все, что хотел. Надеюсь, эта информация тебе максимально поможет комфортно играть в эту игру, продвигаться по ней. Если есть какие-то вопросы, залетай ко мне в группу во ВКонтакте, там есть беседа, там уже, по-моему, 15 человек. Ребята довольно активно общаются, друг другу помогают, подсказывают какие-то вопросы, ответы. И, соответственно, также ты можешь дать их там мне либо ребятам. Также у меня периодически происходят стримы, пока был всего один, сегодня плюс будет еще один, соответственно. Также в ВК я оповещаю о том, когда будет ближайший стрим по игре Warizing. А на этом все. Спасибо большое, что досмотрел до конца. Ну и до скорой встречи, дружище.